МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Наша команда находится посреди пойменных лугов Аки, неподалеку от Нижнего Новгорода. В эти места невозможно попасть по асфальту, зато здесь есть руины старинной усадьбы, до которой мы как раз-таки планируем доехать. Путешествуя по средней полосе России, можно встретить немало памятников давно ушедшей эпохи, имений, усадеб и загородных резиденций. Некоторые из них неплохо сохранились, и в них устроены музеи. Другим повезло меньше, они стоят в руинах, и неизвестно, есть ли вообще у них шансы на восстановление. Между тем, усадьбу, в которую мы направляемся, без каких-либо оговорок можно назвать уникальной, причем не только для Нижегородской области. Не так уж важно, с какого направления суда заезжать, от берега Оки или наоборот, через поля и огороды. Мы попробовали разные варианты и убедились, что со всех сторон суда ведут только грунтовые колеи. Зимой их заносит снегом, а в дождливую погоду образуется непролазная грязь, труднопроходимая даже для квадроциклов. Даже не верится, что такая глухомань находится всего-то в полусотне километров от Нижнего Новгорода. Изрядно покатавшись по округе, мы так и не смогли разгадать загадку, как сюда добираются местные жители в период распутицы. Въезд в усадьбу со стороны берега Оки проходит через кирпичные ворота, причудливой и очень необычной формы, как будто это вход на территорию рыцарского замка. Ажурные чугунные створки были утрачены, и остались только две несимметричные башни. В одной из них виднеется отверстие для гигантского сказочного ключа. А вторая представляет собой двухэтажное сторожевое помещение, украшенное башенками, балясинами и узкими оконцами-бойницами. Этот эксцентричный замес европейской готики и позднего Ренессанса своим видом как бы намекает на то, что там, за этими воротами, мы увидим что-то ну очень неординарное. Мощенная камнем дорожка проходит по краю глубокого оврага. Она довольно круто забирает вверх, пробираясь через самые настоящие джунгли, образованные буйными зарослями борщевика. Мы поднимаемся на высокий уступ прибрежного холма и как будто сразу попадаем в совершенно другой мир. Отсюда с более чем 70-метровой высоты открывается великолепный вид на просторы Окской поймы. На самой возвышенности располагается внушительных размеров усадебный комплекс, хотя и изрядно порушенный, но от этого получивший только еще более загадочный и романтический облик. Возможно, в усадьбе Подвязьи не было бы ничего необычного, кроме разве что расположения в очень красивом месте, если бы в 1879 году она не перешла во владение известного промышленника и миллионера Сергея Михайловича Рукавишникова. Хотя это приобретение досталось ему совсем непросто. Прежние владельцы никак не желали уступать это старейшее дворянское гнездо Нижегородщины к человеку, прадед которого был простым крепостным. Но и Рукавишников не привык отступать и в конце концов выкупил Подвязьи. Неуемная энергия и талант делового человека, помноженные на оскорбленное самолюбие и гордость, привели к созданию уникального по тем временам хозяйства. Первым делом Рукавишников перестроил барский дом, развернув его парадным крыльцом в сторону реки. А еще убрал с него всю лепнину и декоративные детали и выровнял поверхность цементом, который тогда только входил в моду как новинка строительной индустрии. Он был уверен, что именно так будет круто. Рукавишниковым были проведены водопровод, электричество и паровое отопление. Возможно, сегодня этими благами цивилизации никого не удивишь. Однако не стоит забывать, что все это появилось здесь почти полтора столетия назад. Один из котлов марки Сангалли до сих пор стоит в подвальном помещении барского дома. Паровое отопление появилось не только в доме, но и в оранжереях, в которых круглый год выращивали виноград, персики и другие необычные для этих мест культуры. Впрочем, восторг у посетителей усадьбы вызывали не только экзотические фрукты, но и само сооружение с фасадом в неоклассическом стиле с античными колоннами. Его крыша и южная стена перекрывались поднимающимися широкими стеклянными панелями в стальных рамах. К сожалению, до наших дней сохранились только кирпичи. В полукруглом хозяйственном корпусе располагалась пекарня, кухня и рыбный ледник. Холодильников в те времена еще не было, но их с успехом заменяли просторные подземные камеры для хранения мяса и рыбы. Низкая температура поддерживалась запасами льда, а дополнительную теплоизоляцию обеспечивал массивный деревянный люк. И все же главный объект в Подвязье – это конезавод. Разведение породистых лошадей было не просто увлечением Рукавишникова, а весьма доходным бизнесом. Были специально спроектированы и построены высококлассные конюшни с продуманной системой вентиляции, отоплением и даже электропоилками. Кстати, водопровод в Подвязье заслуживает отдельного рассказа. Для того, чтобы провести воду в усадьбу, расположенную на высоком холме, пришлось создавать целую систему, представляющую собой памятник инженерной мысли. Над усадьбой возвышается впечатляющих размеров водонапорная башня с резервуаром на 5000 ведер, что примерно соответствует 60 кубометрам воды. Впрочем, и это только еще половина дела. Мы решили посмотреть, откуда в башню набиралась вода и спустились с обрыва к берегу Аки, где была устроена насосная станция. Внутри этого кирпичного домика спрятан колодец, уходящий вглубь земли метров на 20. В шахту колодца вмонтирована конструкция, выполнявшая роль насоса. Она представляет собой широкий стальной цилиндр с поршнем. Лесенка со скобами, судя по всему, предназначалась для обслуживания и смазки. Где-то здесь был установлен один из первых в мире дизельных моторов, приводивший в движение насос посредством ременной передачи, от которой остались только шкивы под потолком. К сожалению, сам мотор не сохранился. 20 век оказался безжалостным к многим постройкам старины. В их числе и усадьба Подвязья, которую чуть было не растащили на металлолом и кирпичи. Впрочем, несмотря на долгие годы запустения, это место выглядит не таким уж заброшенным и забытым. Благодаря усилиям энтузиастов, усадьбу удалось буквально спасти от разграбления. И еще есть надежда, что этот уникальный исторический памятник сохранится на радость потомков. Мы крайне редко и очень неохотно пересаживаемся с квадроциклов на какую-либо другую технику. Да и то, разве что при очень большой необходимости. И, наверное, совсем необычно для программы о внедорожных путешествиях будет выглядеть сюжет о городском транспорте. Даже если учесть, что этот транспорт на все 100% внедорожный. Путешествуя по Имеретинской области Грузии, мы оказались в Чиатури. Это сравнительно небольшой шахтерский городок, зажатый в глубоком ущелье реки Кверила. Здесь уже больше сотни лет добывают марганцевую руду. На первый взгляд, обычный промышленный населенный пункт, не слишком популярный среди туристов. Хотя, с нашей точки зрения, здесь есть где получить порцию ярких впечатлений. В Чиатури быстрее и удобнее всего перемещаться по воздуху. Канатные дороги оказались самым практичным видом транспорта в таком трехмерном мире, где центр находится на дне каньона, у реки, а жилые кварталы и шахты разбросаны по верхним ярусам и отделены друг от друга отвесными скалами. Разница высот между районами порой достигает 200 метров. Чиатурский фуникулер можно считать одним из старейших в СССР. Первая станция пассажирской канатной дороги появилась в 1954 году. Немногим позже были построены еще несколько десятков линий своеобразного воздушного метро, которое сохранилось с тех давних времен в таком аутентичном виде. И уже больше шести десятилетий каждый день перевозят чиатурских горняков на работу и с работы. Устроена дорога очень просто. Один несущий трос замкнут в кольцо. К нему крепятся две кабинки. Чтобы сбалансировать систему по весу, кабинки перемещаются в противоположных направлениях. В то время как одна поднимается наверх, другая едет вниз. Фуникулер оснащен электрическим двигателем и механизмом тормозов. А если что-то случится с мотором, ну, например, отключится электропитание, то кабинки можно будет довести до конечного пункта при помощи ручного привода. Ну, а раз уж пользоваться этим видом транспорта в Чиатуре можно совершенно бесплатно, мы решили непременно познакомиться со всеми городскими маршрутами. Тут такая жесть, все железное, иллюминаторы. Заходи, прокатим. Ой, черт! Мы идем с явным перегрузом. Не смотрите вниз и все, я не боюсь. Смотри, вот здесь. У кого есть запасной парашют? Кто как поднагрешил в последнее время, да? Ощущение пассажиров трудно передать словами. Вагончик скрипит и раскачивается, но при этом движется довольно плавно. И даже не очень понятно, едем мы или летим. Конечно, есть определенный напряжок внутри кабины. Впрочем, к такому способу перемещения в пространстве довольно быстро привыкаешь. Первые страхи проходят, и можно оглядеться по сторонам. С большой высоты все, что можно видеть в иллюминатор, кажется просто игрушечным. Даже не верится, что эти маленькие оранжевые машинки, снующие у нас под ногами, на самом деле огромные самосвалы. Кстати, разветвленная сеть канатных дорог создана не только для пассажиров, но и для транспортировки добытой руды. К техническому состоянию грузовых линий относятся не так тщательно. И, как можно заметить, не всем вагонеткам суждено добраться до места назначения. Как-то все это здорово напоминает полет знаменитого Пепеладса из фильма «Киндзадза». Возможно, его режиссер Георгий Данелия черпал вдохновение именно здесь. И когда Пепеладс, то есть кабина фуникулера, прибывает к висящим над пропастью мосткам, кажется, что сейчас откроется железная дверь и появятся известные персонажи со словами «Ку, родной». Переха подальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА – Субтитры создавал DimaTorzok